Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Наверняка вы уже посмотрели предыдущие мои видео. Если нет, то обязательно посмотрите. Это приинтереснейшее зрелище. Хотя я думаю, что это чисто бытовой интерес. Ничего содержательного там нет. Пьяный, внесенный в перечень физлиц, полонечную функцию настраданного агента на территории Российской Федерации Министерства Мариев Галкин, смеется, радуется на фоне трагедии в Израиле вот этой вот трагедии в Газе на юбилее такого же внесенного в перечень физлиц, полонечную функцию настраданного агента на территории Российской Федерации Министерства Мариев Макаревича при Пугачевой выдает там право об эмиграции, там же Вайкуль, там же... Ну там все, значит, все, да. И пьют, пьют на сцене. Кто-то написал о рождественских встречах Пугачева там себе... Ну это Новый год, все-таки какой-то, как-то вот что-то, и то там было, знаете, так... Бокальчиками чокнулись, там не было такого, чтобы вот напивались там... Ну Галкин же здесь видно, он же сам говорит, я по пьяни сейчас могу тебе признаться. И это не шутка, видно же его поведение, видно его речь. То есть... Пить на сцене, ну должно быть уважение к зрителю. Зрители смеются, хлоплодируют, хлопают. Там 10 человек, вы понимаете, ну я не говорю, что 10, но похоже, что их там столько. Вопрос в другом, в том, уважение-то к себе есть у людей, нет вообще. Уважение к сцене... Ладно, у артистов там, у них нет уважения ни к родине, ни к одной, ни ко второй, или у них вообще она есть, не знаю, но ни к зрителю, ни к сцене. Раньше я еще раз говорю, потихоньку, как-то за сценой, там, фуршет или ресторанчик, но не на сцене раз заливаться, понимаете? Заливаться на ходу, придумывая какие-то там шуточки, прибауточки абсолютно. Не то, что не смешные, а ну видно же, что он придумывает, импровизирует. Но люди, наверное, не имеют никакого уважения к себе, потому что, ну, единственное желание встать и выйти просто оттуда. Потому что если вы хотите пить, алкоголь, это буквально не вредит здоровье, ну пейте, но я не знаю, как так можно. Друзья, на сцене под всеобщий хохот, под хохот Макаревича, Галкин высмел президента Российской Федерации и прямую линию, и его. Наверное, я думаю, что, может быть, все-таки правоохранительные органы дадут какую-то оценку его высказываниям, и он, может быть, станет все-таки не просто иностранным агентом, а все-таки получит какое-то, я не знаю, дело соответствующее. Но это правовую оценку давать не нам, это просто я задаюсь таким. А мы с вами давайте посмотрим, что же он все-таки говорил, и вы напишите в комментариях, как вы считаете, все-таки тянет это на что-то или нет. Я говорю, слушай, мы с тобой такие уже, ну, плохое слово, ну, мы там уже пожили, даже я застал настоящего Путина, ты представляешь? Да, я его помню, совершенно был другой человек. Песков же проговорился, он уже сказал, что во время атаки дронов на Кремль ни один Путин не пострадал. Я вчера видел эту прямую линию, понимаешь? Я так понял, что у него оппозиционное, так сказать, мероприятие. Кривая линия с Андреем Аганевичем. Белого. Если бы ты его не позвал, его мы не сделали иноагентом, ты понимаешь? Это зараза не было. Вот. И, в общем, конечно, я вчера смотрел, да. Я думаю, если это двойник, понимаешь? И если их много двойников, они же, ну, их же где-то вместе держат. Вряд ли не дают разглядаться. То есть... Я просто подумал, здесь такое место под Москвой. И они там все вместе, завтра спускаются, в аптеке, в другом. И тот, с которым ты встречался, тот, с которым... А, нет, мы с тем встречались. В общем, я тебе так скажу. Нормальный, нормально. Я тебе могу сказать, мы с тобой, слава Богу, слава Богу, мы с тобой, как вы истов, встречные люди. Я думал, мы нормальный. Но так как нас вообще мало, я тебя не наливаю. Ну, вот, друзья, вы сами все слышали. То есть, он высмеивает президента России, нашего президента. Я считаю, что это дискредитация власти, руководства страны. И с моей точки зрения, с моей точки зрения, здесь необходимо, конечно, однозначно дать правую оценку. Возможно, общественники обратят внимание на соответствующие заявления, потому что он просто высмеивает президента. он просто высмеивает. Это отвратительно, это омерзительно, это ужасно, то, что он делает. Но он развязался. Кстати говоря, мы сейчас с вами еще посмотрим, там Пугачева пытается остановить его. Она понимает, что он маленько уже путает берега, и она начинает пытаться остановить его с алкоголем. Она слушает вот этот его монолог, который вы прослушали, и потом пытается остановить его, понимая, что он идет совсем не туда. Да, омерзительное зрелище, просто омерзительное зрелище. Друзья, что вы думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна новости, новости в формате 24 на 7. Ролики из разных источников, новости из разных источников, политика с моими комментариями, все самое интересное в телеграм-канале Будда Гришна новости. Друзья, подпишитесь на канал Будда Гришна на отечественной платформе Рутюб, там выходят политические видео, вот буквально сегодня-завтра выйдет новое, довольно интересное. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.